Коленам дай, дай! Ещё дай! Да, всем интересно, да? Как размещают спортсменов? Хорошо, положение хорошее! Хорошо, файнай, молодцы, хорошо размещают. Бей, 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 бей! Куда вы, б***ь, смотрели, б***ь, да ёб***ь! Сейчас, говорит, поедем убивать. Через потайную дверь вот там вот нас водитель привёз в автомобиль. И всё, поехали мы на куда-то, в Строгино, какую-то гостиницу. Ну что, ребята, вот московские, московские реалии. Вот в 11 вечера прилетаю в Москву, и вот пробка на выезде сразу же из аэропорта. Вот такая вот. Вот так вот, жить в Москве тяжело. Вот так вот, да, это всё, говорят, всё из-за грузовиков, всё из-за грузовиков. Приехали мы в гостиницу, разместились. Сейчас вот заходим в номер. Будет, да, всем интересно, да? Как размещают спортсменов. Ну, файт-найт должны размещать хорошо. Вот такая вот ванна у нас вот, душевой кабинкой. И вот такой вот номер. Такой вот номер. Не знаю, как включить свет, да? Но вид, вид из номера хороший, да? Вид хороший, смотрите, нет? Приятный вид, хороший, нормальный человеческий вид, да? Вот так будем размещаться. Сейчас пойдём контрольный вес у Ольги прикинем. И будем понимать, надо гонять ещё что-то или не надо. Пришли ему в фитнес-центр. Вот такой вот небольшой центр, но всё равно сейчас будет взвешиваться. Сколько вес должен быть какой? 56-700, но плюс 500 грамм. Всё нормально, значит. Ну что, мы прилетели в Москву. Что, Лька, как настроение? Отличное настроение. Всё путём. Сейчас пойдём в автобус сядем и поедем в гостиницу. Приехали в холодную Москву, вот наху. Татси встречает, сейчас идём на стоянку. Сядимся в машину и в гостиницу. Отдыхать, взвешиваться, прикидывать вес. Да, Ольга? Вес надо прикинуть. Всё нормально, думаешь, будет? Я уверена, что всё будет нормально. Ну и всё отлично, значит. Значит, вперёд. Вот поток, видите, в Москве, жёсткий. Ну что, поехали мы на взвешивание. Машинки нас ждут. Сейчас сядем и поедем. В Москве погода, вон, отличная. Просто замечательно. Мороз и солнце. Что, как настроить? Настрой боевой. Убивать. Убивать? Всё. Сядя говорит, поедем убивать. Сейчас смотрят шорты, начали обсуждать шорты. Вот что Ольга говорит. Что говорит? Спросила, какого цвета шорты. Сказали, что белые. Говорю, очень красиво. На белых кровь лучше видна. Очень здорово будет смотреться. Ну, так вот понятно. Так что на белом кровь лучше видна. Желательно не моя. Вот так. 57 400. Вот такое бывает. Вес не попадает в человек. Снимает всю одежду, чтобы догнать последние грамульки. Прекрасная погода в Москве. Мороз и солнце. День чудесный. Такая погода не передать. Как хорошо на улице, честно говоря. На улице просто благодать. Посмотрим номер наш. Я тоже немножко покидался, пораскидывал. Ванная комната. Здесь вот такая вот на bedroom. Такой небольшой номер. Очень хороший, удобный. И вот такой вот замечательный, отличный вид на мегаполис. Там вот впереди как будто бы дома. Там много домов. Там лес какой-то большой. Все очень неплохое расположение на самом деле. Мне нравится. Хорошо. Файтнайт молодцы. Хорошо замечают. Красавцы. Церемонию официально. Официально. Пришел на файтнайт. Тут можно еще и бодриться. Аляска. Роли. Подстрелил. В Питере не смог. Ей подстрелюсь. Слава Богу. Вот Вовка пришел. Вовка будет оператором нашим. Сегодняшний оператор Вова. Ребятки, у нас 22 февраля. С Ольгой вышли прогуляться немножко перед боем. Как самочуха? Самочувствие хорошее. Настрой хороший. Конечно, волнение уже начинается. Но это нормально. Волнение надо пока содержать. Направлять в нужное русло. Не позволять убеждать себя. Настрой боевой. Ну и все. Самое главное. Пойдем подышим воздухом. И в 4 часа уже стартуем на арену. Вот так. Ну что, приехали на арену. Вон люди там выходят, влазят. Пацаны в деловых костюмах. Это судьи у нас. Кэтмен иностранный. Александр Загорский. Водитель. Водитель, братья, смотри. Водитель, да? Покажу. В теме, видишь? В теме. Да? Вот так вот. Водитель, водитель в теме. Вот такая вот компания для иностранцев. Это все у нас судьи. Судьи. И Кэтмен иностранный. Или и тому подобное. Ну что, пойдемте? Да? Веди добрые. Большое зато. Зато. Досмотр, пересмотр. В Москве везде пробки находимся на арену. Окей. Вот Кэтмен пришел. Делают ручку. Новая тренировка. Новая. В темноте на уровне инстинктов просто. Давай, давай, давай. Нормально. Чувствуй. Волок успеха это хорошая растяжка. Да, Ольга? Все, последние эмоции всякие. Нормально все будет. Не переживай. Заходи и делись. Как Бог даст, так даст. Начинай жестко, начай сразу драться. Понятно. Пойдем. Ладно, ладно, пойдем. Все, все, все. Пошли. Ладно. Горит. Она горит вовсю. Смотри, глаза братья, там я первая начинает сразу работать. Продолжение следует. Повторяйте за все время. Повторяйте мою информацию. Повторяйте. Повторяйте на них. Повторяйте на них. И так начинается первый поединок Fight Knights Global 83. Поединок начинается сразу же. Ольга Власова бросилась вперед. И сразу же клинч. Да, вот вам и две базовые ударницы. Поментальный клинч. Она упирается. Задом упирается. Возьми ты под ноги, обе, войди. Светлана Зоткина сейчас запрабатывает корпус. Ольга дольше выступает по правилам ММА. И Анна Зоткина грамотно обороняется. В какой-то момент встала пол-оборода. Оппонентки немного перекрывая ей кислород. Причём исправлению Ласовой пока что мы не видим попыток перебют. Ну видим, но такие, да, как они сделал Ян Ломаренко. Бей! 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 Ласова! Вот, хорошо! Бей, 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 бей! Не надо клинча! Бей, бей, бей! Клинча не надо! Вы, 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 вы! Господа, время остановки боя 3 минуты и 20 секунд первого раунда. Полевым приемом на руку Рычард Логзя побежал, что он из-за Квозтова! Липец! Что, Ольга, как ощущения? Ощущения, я пока еще как не осознала, что произошло. Я благодарна вам, Дульфу, своей команде. Нормально, я молодец, ты сама сделала. На самом деле, сетки делала болевая ошибка небольшая, она была в другую сторону идти, она была ее добивать. Очень сложно воспринимать, я слышала вас, но я не успевала обрабатывать информацию. Все нормально, все нормально. Ну, в общем, что ты как, Рудольф, доволен? Да. Да, все, на четвертый месяц уже, да? На, да, три с чем-то, да. А я сейчас скажу, если я не выключу. Не, где есть, твой телефон проиграл. 3.33. Нормальное время. Ну, 3.33.56, да. Сроки твои, счастливые, 3.33. Что вы думаете, как ведет себя человек, который ходит на турнирах, и когда идут люди, которые проиграли, он говорит, он говорит так вот. Проеба. Вот этот человек. Проеба. Прикиньте, вот так вот, издевается. Короче, пока я ходила, выиграла телефон, что ты любишь? Я не знаю, порушили, плохой, но... Нормально, Redmi 4A, нормально, молодец. Все, вот тебе новый телефон как раз. Вот, это телефон на моего парня. Так вот, видишь, как повезло. Ну, конечно, вроде, был Розунж, она еще выиграла. Павел, что выиграл бой. А, и выиграл, вот он Кепку выиграл, она выиграла телефон. Значит, сейчас вот в последние минуты боя. А, Абуев, посмотрите, вообще бой замечательный. Просто море крови, море ударов. Я думаю, не знаю, кто победил. Я думаю, что Резван забрал. Чуть-чуть получше в первом раунде был, и концовка его была, по-моему, взгляд. Сейчас посмотрим. Резван Абуев повыше своего оппонента и на один год постарше. Ну, мы слышали о титулах в тайском боксе. Вартан Асатряна хорошо подсечкой переводит соперника, но Вартан быстро поднимается из вана. В общем, сегодня будет битва не только в оптогоне, но и в зале. Но, надеемся, это Асатряна. Ну, крик приглашает. Хороший простор, но Вартан хорошо защищается богами, но все-таки в сборствах Арсенал крайне богат. Новый поединок уже, и снова клинч. Изматывающий клинч Вартан Асатряна продолжает давить. Вартан, где тяжело дышит. Резван Абуев, попытка прохода в ноги весьма преуспешно. Посмотрите, не ожидал я, что... Бой до самых последних секунд. После решения боя все трое судей одинаково оценили этот поединок. 29-28. А в этом речи, все три журча сходят на одинаково, 29-28. Единоклассное решение в суде. Победа, одержала. Вартан! Да. Что произошло, что не получилось. Возможно, травма была кровотечением, мы видели. Ничего не произошло. Все, на воле Всевышнего. Значит, так Всевышний хотел. Я могу что сказать. Я пропустил очень хороший удар локтем в клинче в первом раунде. Артан молодец, хорошо попал. И нос у меня не дышит. Не знаю, может, что травма, но это не танцы, здесь бывают травмы. Клопал 83. Вот и настал, долгожданный момент. Волгар, что Вовка в футболку выиграл в файт-найдер. Поймал, ты поймал, да? Столько радости вообще. Это в тимоле футбол, глядя. Ну что, сели, мол, в машину. Как нас везет? Как нас встроить? Шереметьево какой? А если бы я знал? Без понятия. Мол, а в Питер летим? В Питер? Да. Наверное, Д все-таки. Сейчас я посмотрю. Не, Шереметьево какой-то терминал там. Терминал, терминал. Погода опять, москве все три дня. Красота. Дает настроение, да. Положительные эмоции, короче. Пахлево, аэропорт. Ну что, перед самолетом дать настрой? Настрой спать и есть неделю. В смысле спать? Я тебе не наелась, потому что только ели уже, дороже. Нет. Все, пошли мы в самолетик. Перехожу. В абсолют куда? Там платят больше, да? По мужикам. По мужикам? По мужикам? Слышали, там, хочет гендерным способом переменить свой пол в человеке. Уже первая женщина, женщина-боец, который станет мужчиной. Ну что, приехали, мы в Питер. Все путем, да? Рада, рада по результату-то? Ну понятно, что рада. Рада, но можно было лучше. Можно, надо всегда лучше. Можно закончить за минуту даже. Ну это не на там, за минуту, не за минуту тоже. Это нормально, все было и так. Все отлично. Все сейчас в машину садимся и по домам едем. Давайте. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok